Добрый день! Многие знают, что есть такое психическое отклонение, которое называется аутизм. Современная медицина не знает ни механизма возникновения этого заболевания, почему это происходит, ни тем более, как его лечить. Давайте предположим, что у человека есть некоторая структура, я ее сейчас намеренно не буду называть, которая может исправлять это заболевание. И в этом предположении ничего сверхъестественного нет. И давайте предположим, что есть люди, которые могут запускать, включать эту структуру. В этом предположении тоже нет ничего сверхъестественного. И теперь я вам покажу таблицу. В этой таблице собраны дети с диагнозом аутизм и даже ДЦП. На данный момент, сейчас более трех месяцев, как мы занимаемся, и в этой таблице более 40 детей. С очень отличными результатами, я бы сказал, умопомрачительными. Дети, которые не смотрели в глаза, не могли одевать носки, сейчас нормально развиваются, гуляют со своими сверстниками, начинают ходить, начинают сами одеваться, нормально кушают. То есть, становятся нормальными, полноценными детьми. И можно быть уверенными, что они пойдут в нормальную школу, у них будут друзья, и они вырастут нормальными людьми. О чем это говорит? Это говорит о том, что наше предположение, что есть такая структура, ее можно запускать, оно правдило. Вот смотрите, яркий пример, я вам сейчас покажу. Девочка Анечка, 4,3 года. Консультация была сделана 20 апреля. Диагноз – ДЦП и аутизм. Анюта плохо ходит, не говорит совсем, не откликается на имя, не смотрит в глаза, нет осознанности. Плохо спит, избирательная пища, не кушает овощи и фрукты. Ездит только в коляске. Писывается в странишке по сегодняшний день. Значит, консультация была сделана 20 апреля. Значит, 24-го мама пишет первый отзыв. Когда проснулась, первое, что она попросила – это воду. И она выпила целый стакан, много восклицательных знаков. Для нас это очень важно. С питьем у нас плохо. После завершения грудного скармливания Анюта плохо пьет все. Только губки помочить. На протяжении двух лет я каждое утро начинаю с ней, с теплой воды. Только бегаю за ней по квартире с ложкой. Следующий отзыв. Спустя неделю. Мать пишет. Я на эмоциях. У меня невроз. Не спала всю ночь. Анюта чувствует. Тоже не спала с двух ночи до шести утра. Это для нас обиденность на протяжении почти трех лет. Бессонная ночь и проводит так. Становится на батарею, смотрит в окно. И что-то говорит на своем. Одни и те же фразы. Эту ночь Анюта играла с мячиком. Вылазила на кровать, бросала мяч, поднимала мяч и хохоча бросала. И дальше. Вечер. Новая порция маминой радости. Под музыку начинает попой танцевать. Я ее хвалю. Она тут же улавливает. На лице легкая улыбка. Танцует снова и снова. Нет слов. Я очень много приклада усилий. Результата не было. И еще. Очень важное. Вечерняя прогулка с друзьями, мальчиком и девочкой. Мама мальчика, педагог в детском саду. Сегодня только познакомились с мамой. Она посмотрела на Анюту и говорит. Мелкая моторика хорошо работает. Будет говорить. Не заморачивайся. Перед этим две недели назад ходили в Центр развития к специалисту. Логопед, психолог, дефектолог на консультацию. Нам отказали. Аргументы. Плохо с мелкой моторикой. И это не первый отказ. И следующий отзыв. Анюта молодец. Стала бегать. Много говорит на своем. Очень много. Стала кушать огурцы. А вчера первый раз ела морковь. Стала настойчива. Если надо, она меня стала дергать и вести к месту интереса. И дальше. Сегодня же Анюта научилась подпрыгивать сама. Это что-то. Я плачу от радости. Огурцы лопаем каждый день. Стул регулярный. И тоже каждый день. Без каких-либо диет. Раньше задолбали запоры. Целуют и меня, и супруга. Стала настырной. Если и надо, тащит меня за руку, чтобы я дала то, что и надо. Это другой живой человечек. И это ребенок, у которого диагноз ДЦП и аутизм. О чем это говорит? Это говорит о том, что наше предположение, что есть некоторая структура, которая может исправлять отклонение психики человека. Эта структура существует. И наши предположения верны. И эту структуру можно запускать. Когда мы с научной точки зрения докажем методологически правильно, что эта структура существует, это будет переломным моментом в медицине. Подобным тому, когда были открыты микробы. И то, что заразные заболевания происходят именно от микробов. Но так. И это прошло всего лишь 3 месяца. Сначала от того, как мы начали работать. Ссылку на таблицу смотрите в описании под видео.